Привет, друзья! А что мы с вами знаем о гепардах? Сейчас, наверное, многие скажут, что это хищное млекопитающее семейство кошачьих, которое обитает в большинстве стран Африки, а также на Ближнем Востоке. Добавив, что это быстрейший из всех наземных млекопитающих, который за 3 секунды может развивать скорость до 110 км в час, и, глядя на которого, четко осознаешь, что сама природа сотворила это животное как умилого и быстрого хищника. Но это данные из Википедии, а вот что на самом деле собой являют эти грациозные огромные кошки, не так давно показал всему миру один зоопарк. Для многих изначально эти видео и фотографии были настоящим шоком, но когда стала известна их история, люди удивленно и изображенно наблюдали за всем происходящим. Не так давно в одном из зоопарков Сэша маленьких щенков отнесли в клетки с гепардами и оставили их там жить. Наверное, можно было бы ожидать самого худшего. Да, еще бы. Ведь беззащитные комочки один на один с этим монстром животного мира. Но все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Все дело в том, что эта стратегия была придумана специально организаторами зоопарка. А все для того, чтобы большим кошкам было не так одиноко. Наверное, мало кто знает, но гепарды — это вольнолюбивые и стайные животные. И думаю, несложно догадаться, что в заточении они часто испытывают стресс из-за ограниченного пространства и, самое главное, одиночества. Кроме того, у этих больших кошек часто возникают приступы тревоги. Они мечутся в клетках, не могут найти себе места и, как следствие, нуждаются в поддержке. И именно для этого щенков и знакомят с гепардами. Да не просто знакомят, а, как оказывается, собаки обладают поразительной способностью находить общий язык с этими хищниками. Конечно же, если подселить щенка ко взрослой кошке, то ничего не выйдет, она расценит его просто как обед. Но маленький гепард с щенком охотно идут на контакт, они начинают играть и общаться. Из нервного малыша хищника вырастает жизнерадостный питомец, который также доверительно относится к людям, как и собака. Взрослея бок о бок, эти животные остаются добрыми и, самое главное, друзьями на всю жизнь. И даже после длительных расставаний, иногда в несколько лет, они всегда друг друга узнают. Точно такая история произошла и с Кумбали, детенышем гепарда, который родился 12 мая 2015 года в зоопарке Ричмонда. В отличие от своих братьев и сестер, он появился на свет очень слабым. Настолько слабым, что ему даже не хватало сил бороться за пропитание вместе с другими детенышами. Они обижали его, а он терял вес и с каждым днем становился все слабее. И, скорее всего, этот красавец бы просто не выжил. Но смотрители зоопарка решились на отчаянный шаг. Они понимали, что его жизнь висит на волоске, а поэтому забрали его от матери, организовав искусственное вскармливание. Со временем слабый кроха набрался сил и смог уже есть самостоятельно. Позже Кумбали вернули в клетку к маме и другим детенышам, но к тому времени сородичи уже его забыли. К сожалению, такое бывает не только у представителей этого вида. Малышу снова пришлось трудно. Родная семья его не принимала. И даже несмотря на то, что он был уже физически здоров и полон активности, люди понимали, что ему чего-то не хватает. Он становился грустным и одиноким. Все время лежал и просто смотрел в одну точку. И даже невооруженным взглядом было понятно – Кумбали умирает от одиночества. Смотрители больше не могли наблюдать за этой душераздирающей картиной и вновь пришли на помощь. Они решили, раз родная семья его не принимает, значит ему нужно найти нового, настоящего друга. И, к слову, так и случилось, но позже. Все дело в том, что найти друга для этого парня оказалось весьма сложной задачей. Необходимо было учитывать много критериев возраст, рост и еще с десяток прочих моментов. Но все же такой бедолага, как и сам Кумбали, нашелся. Кава, тогда еще собака-подросток, был спасен от усыпления в одном из приютов. Даже несмотря на свой юный возраст, бедолага уже перенес все тяжести и невзгоды этой жизни. Он содержался в притоне для животных, где условия были ужасными, а у собак не было радужного будущего. Но зоозащитники обнаружили это место, развезли домашних питомцев по новым приютам и начали искать им новых любящих хозяев. Именно так Кава и нашли смотрителя зоопарка. Игривый щенок идеально подходил на роль друга Кумбали и был того же возраста. Но тогда никто точно не знал, поладят ли они, смогут ли найти друг другу подход, да и вообще выйдет ли из этого что-то. Ведь часто бывает так, что новые соседи не уживаются. Первая их встреча была очень волнительной. Когда Кумбали и Кава впервые увидели друг друга, то были очень нерешительными. Каждый из них с опаской и неким недоверием смотрел друг на друга. Но уже вскоре случилось настоящее чудо. Кава медленно пошел в сторону Кумбали, после чего его обнюхал, а спустя мгновение показал, что он ему нравится. Он стал приседать и нападать на малыша гепарда, а тот, в свою очередь, не мог понять, что происходит и кто его тащит зубами за хвост. Маленькому гепарду было странно видеть здоровяка напротив себя, но уже вскоре он стал также проявлять к нему интерес. Как оказалось, любопытство и дружелюбная натура Кава уже вскоре сделала свое дело, тем самым доказав еще раз, что собаки лучшие компаньоны кому угодно. Но тогда сотрудники зоопарка даже не могли представить, насколько же крепким будет этот союз двух таких разных, но с одинаковой судьбой животных. И во что, собственно, выльется вся эта дружба. Со временем Кумбали просто отказался отходить от своего нового друга. И их даже пришлось поселить вместе в вольере. С каждым днем их братская связь становилась все крепче и крепче. Они сутками напролет вместе играли и выдумывали новые игры. Так, к примеру, посетители зоопарка были без ума от их игр в прятки и догонялки. Эта парочка сутками резвилась вместе, даже не замечая того, что они очень быстро растут. Удивительным также является то, что Кава всегда защищает своего дикого брата, а Кумбали, не замечая свой хищный нрав, дает другу первым поесть, пропуская вперед. Несмотря на то, что они находятся в зоопарке, похоже, их это совсем не смущает. Они вовсе не обращают внимания на людей и днями напролет играют на свежем воздухе. Да что там говорить, они теперь просто не разлей вода. Спят они только вместе, а обнимашки стали чем-то обыденным. Абсолютно все с момента своей первой встречи эта парочка делает вместе, начиная от сна и заканчивая трапезой и играми на свежем воздухе. Каждый год работники зоопарка дарят им подарки, ведь теперь у них день рождения всегда в один день. Кава и Кумбали даже подарки распечатывают вместе по-братски. За несколько лет, проведенных вместе, у этих друзей развилось что-то намного больше, чем просто дружба. Они чувствуют себя продолжением друг друга и всегда весело идут на контакт с другими обитателями зоопарка. Ну и, конечно же, людьми. Наблюдать за счастливыми друзьями одно сплошное удовольствие, и они стали неформальной визитной карточкой этого места. Не так давно к этой парочке в соседний вольер заехали еще одни серьезные ребята, которым также палец в рот не клади. Конечно же, друзья, это пингвины. Изначально все они наблюдали друг за другом с опаской, но когда смотрители разрешили Кава и Кумбали посетить своих новых соседей, то произошло невероятное. Первые секунды пингвины изрядно пощипали своих посетителей, но уже вскоре даже стали с ними играть кто как может. И это действительно выглядело очень забавно. Но, наверное, самым забавным стал их самый новый сосед, маленький поросенок, который теперь больше всех достает эту парочку. Пока они еще не знают, что уже вскоре этот мини-пик, который не дает им покоя, станет огромным стокилограммовым животным. И вот тогда будет еще интереснее понаблюдать за их играми. С момента первой встречи этих разных по своему нраву животных прошло уже достаточно времени, но гепард и пес и дальше живут в одном вольере и радуются каждому новому дню. Они все делают вместе, развлекая посетителей своими игровыми погонями и умиляя объятиями и нежными отношениями. Ну, а эта история еще раз доказывает всем нам, что даже внешне и своим образом жизни, отличающиеся друг от друга, животные могут прекрасно ладить и создавать невероятные прочные дружеские отношения, чего нельзя сказать о нас, людях и, наверное, нам все же есть чему у них поучиться. Друзья, пишите свои комментарии, а вам понравилась эта необычная парочка. И верите ли вы в настоящую дружбу? Пока! Субтитры создавал DimaTorzok